Теплеет не по дням, а по часам, и наши растения торопятся использовать каждый градус весеннего тепла. И наша задача тоже не упустить это драгоценное время для того, чтобы наши растения получили самый лучший уход, лучшую защиту и лучшую подкормку. И мы сейчас с вами продолжаем ухаживать за смородиной и крыжовником. Некоторые сорта уже почти распустили почки, другие только готовятся, но это очень важный момент для того, чтобы успеть сделать те работы, которые мы еще не сделали, вдруг кто-то не сделал санитарную обрезку, и обязательно защитить нашу смородину, наш крыжовник от опасных вредителей, которые именно сейчас и активизируются. И в первую очередь от смородиной почковой моли, от листогрызов, листоверток и прочих листогрызущих товарищей. Мало кто знает, что малюхонькая почковая моль способна уничтожить все почки до единой на целом кусте растения. А это значит оставить вас не просто без урожая, а вообще без смородины куста, растения в принципе. Второй важный момент. Когда наши растения начинают вегетацию, им нужна поддержка азотными удобрениями. Будь это карбамид, та же самая мочевина, или же это будет органика, перепревший навоз, например, бродилка, настой коровяка и так далее. Азот – жизненно важный макроэлемент, который нужен растению, чтобы построить листья, построить побеги, начать цветение. И если мы сейчас не успеем как следует подкормить растения, соответственно и рост будет слабый, и урожай будет не очень, и самое обидное. Нехватка удобрений именно сейчас скажется на урожае будущего года. Ведь от того, как растение будет расти, зависит и закладка почек цветковых на будущий год. Кстати, мало кто знает, что перед тем, как подкармливать растения, неважно, ягодные кустарники это, или плодовые деревья, или декоративные, почву желательно пролить. Особенно, если почва у вас на участке легкая, супещаная. По сухой почве мы ни в коем случае не подкармливаем. Сначала поливаем, и только потом вносим карбамид, навоз, перегной, компост и прочие растительные вкусности, а также суперфосфат и калийное удобрение. Ну и наконец, уже стало обычаем, что наша природа часто выкидывает не очень приятные фокусы. То заморозки в мае, то засуха по 30-40 дней, то холодно где-нибудь в августе, и наши растения страдают. Весной самая большая проблема – это возвратные заморозки во время цветения и засуха. У нас март месяц уже кончается, а за этот месяц у нас выпало, вдумайтесь, меньше 20% от нормы осадков. Это значит, что растениям не хватает на легких почвах воды. Поэтому помимо полива я хочу обратить ваше внимание еще на один очень хороший, важный момент ухода за растениями. Долгое время считалось, что микориза характерна только для лесных деревьев. Подосиновики всегда растут подосинами, у них там дружба микориза. Подберезовики под березами, у них тоже микориза. Но мало кто знал до последнего времени, что микоризу способны образовывать и образуют даже наши плодовые, ягодные и декоративные растения. И эта микориза делает их гораздо более устойчивыми именно к засухам, к почвенным засухам. Дело в том, что микориза – это соединение особых грибков и корней растений, причем взаимовыгодное, способно помочь растению извлекать влагу даже из самой сухой почвы. А еще грибки, которые ее образуют, взамен на сахара, которые дают им растения, обеспечивают их очень полезными биологически активными веществами. И сейчас, когда почва прогревается, когда растения вступают в активное развитие, важно не просто подкормить, но еще немножко добавить специальных микоризных грибов, которые, вступив, так сказать, в взаимовыгодное сотрудничество, симбиоз с корнями нашей смородины, крыжовника, вишни, черешни, яблони и так далее, помогут им приспособиться к нашим меняющимся условиям, к нашим стресс-факторам окружающей среды. Поэтому, как только почва хорошенько прогреется, помимо удобрений, помимо мульчирования почвы, обязательного полива и защиты, обратите внимание на микоризные грибы. Я лично собираюсь кормить свои кустики микоризой профит. Она проверена, она работает, и я надеюсь, что она и нашу смородину сможет поддержать, если мы не сможем ее полить вовремя. А сейчас, собственно, приступим к нашей работе. И первое, что мы должны сделать сейчас, если не успели провести обрезку санитарную, пока почки на смородине окончательно не развернулись, они очень ломкие, убрать все поломанные, больные, сухие веточки. Иногда поврежденные стеклянницы и ветки можно обнаружить только сейчас, когда они начинают распускаться и вдруг вянут. Удаляем такие веточки сразу, срезая их до того места, где срез будет полностью здоров. И сразу в костер, ведь в таких веточках сидит личинка этой бабочки-вредителя. Обязательно подрезаем те кусты, у которых ветки ложатся на пол. Поднимаем их, приподнимаем крону, чтобы куст проветривался. Вот здесь, видите, перекрещивается эта веточка вот с этой. Со временем она может лечь, создавать затенение. Нужно кого-то будет убрать, чтобы они друг на друга не ложились. И, конечно, это обязательно прополка. Иногда мы осенью что-то не успеваем. Сорняки прекрасно маскируются. И сейчас самое время, пока нет листвы, убрать лишнюю сорную растительность из-под кустов. Помимо того, что смородина любит плодородную почву, эту почву еще любит сныть огородная. Злостный сорняк, стоит ему завестись. И избавиться от него очень-очень сложно. Вот, к сожалению, у нас как раз такой случай. Мы с ней боремся, она с нами борется. Вот, с переменным успехом, так сказать, боремся за ресурсы ради черной смородины. Но если этого не делать, смородина, конечно, может проиграть. Прорыхлить почву, но только аккуратно, потому что у смородины очень поверхностная корневая система. Итак, мы пропололи кустик. Он у нас уже подрезан, сформирован. И сейчас наша задача подкормить его. Подкармливать я сегодня буду мочевиной, она же карбамид. На 10 литров воды нам понадобится спичечная коробка удобрения с горочкой. Это приблизительно 30-35 грамм. Растворяем карбамид в 10 литрах воды. Тщательно растворяем все гранулки. И сколько понадобится раствора удобрения на наши кустики. На вот такой молодой, но уже плодоносящий кустик крыжовника или смородины нам понадобится по ведру раствора. Если у вас кусты уже мощные, 5-6 лет и больше, берем два ведра. Особенно это важно для легких почв. И, кстати, не забудьте, если почва просохла, совсем сухая, предварительно пролить ее водой, просто водой. И только потом поливать удобрением. Ну, а еще можно сэкономить, подгодав удобрение под дождик. Если у вас в прогнозе стоит вечером или ночью или утром дождь, то вносим удобрение россыпью в почву, заделываем его. А уж дождевая вода прекрасно все растворит и вмоет прямо к корням. Дождевые червячки, кстати, полезли. И если они уже так близко к поверхности почвы, значит тепло уже пришло. Ну вот, вода уже впиталась, и сейчас мы будем мульчировать почву вокруг куста. У меня здесь очень хороший перегной, даже не перегной, правильнее сказать, компост с добавлением торфа мы его готовили. Видите, растения уже сорняки его оценили, корешки пошли. Если используем какой-нибудь особо рыхлый субстрат, например, солому для клубники, то толщина мульчи должна быть не меньше 10 сантиметров. Только тогда она будет хорошо работать и защищать наши растения. Ну вот, теперь наш куст получил полный комплекс, так сказать, мероприятий, уходовых процедур, для того, чтобы начать вегетационный сезон как положено. А сейчас я приготовлю раствор микоризных грибов профит, чтобы они у меня сутки постояли, заработали. На 10 литров воды понадобится всего 2 чайные ложки, это где-то 10 миллилитров. Это циолит, он сам не растворяется, но он несет на себе вот эти вот грибы, он, можно сказать, такой переносчик, носитель. Высыпаем воду, перемешиваем и оставляем в теплом месте на сутки. И уже завтра в то же время я смогу взять этот раствор и спокойно пролить почву. Если погода у нас, как обещают синоптики, будет очень-очень теплая, то для грибов создадутся все условия, чтобы они могли нормально пойти вглубь почвы, найти корешки и образовать микоризу. Ну и, наконец, последнее, что я сегодня собираюсь сделать с этим кустом, это обработать его эфорией от вредителей. Можно использовать октору, можно использовать кинмикс, искру, любой разрешенный инсектицид. Главное, соблюдайте инструкцию и правила техники безопасности. Солнышко у нас уже садится, у нас яркого нету, поэтому можно, приготовив растворчик, обработать наши кустики. Итак, фундамент для хорошего урожая и крепкого здоровья нашей смородины и крыжовника заложен. Я надеюсь, что и вы, если сделаете эти, по сути дела, простые операции, получите отменный результат. Ну и, конечно же, процветание вам, вашему саду и всем вашим родным и близким. С вами была Юлия Кондратенок и канал Процветок. До новых встреч на нашем канале.